Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Ольга и вы находитесь на канале о моих увлечениях. Как вы видите, из названия данного видеоролика мы сегодня с вами будем проводить игру «Успеть за час». Эта игра набрала свою популярность уже, пожалуй, давно. Выстрелила, так сказать. Давайте расскажу немножко предысторию. Правила игры, давайте сначала с правил начнем, да? Правила игры таковы. Вы берете с собой все процессы или же часть процессов, которые вы хотите продвинуть. Быть может, эти процессы у вас залежались, там, не знаю, недели две, три, четыре, пять, а быть может, месяц, два, три, четыре, пять. И вы не можете понять, нужно вам это или не нужно. Вроде распускать жалко. И вот для этих целей эта игра очень даже подойдет. То есть в течение часа мы продвигаем один процесс и показываем его в кадре «Было» и «Стало». И в это самое время мы с вами понимаем, втягиваемся мы в самый этот процесс или нет. Но, тем не менее, у многих девочек очень много процессов на руках. И это позволяет продвинуть те самые процессы. Эта идея возникла у меня в голове спонтанная. Наверное, уже годы, год, а может быть даже полтора назад. И она ушла в массы. То есть настолько прижился этот проект, настолько полюбился, что очень многие блогеры снимали подобного рода видеоролики. И если вам нравится такой формат, стоит вам только в поисковике забить, успеть за час. Я думаю, вам выдаст огромное количество новых блогеров, с которыми вы познакомитесь. И, быть может, их тоже полюбите. И будете смотреть на постоянной основе. Но я столкнулась с одним весьма странным комментарием, на мой взгляд. Он, конечно, имеет место быть. Кто-то хочет защитить меня. Я в защите не нуждаюсь, поверьте мне. Я очень рада, что вы у меня есть, дорогие зрители, мои активные зрители. Но я настоятельно рекомендую так не делать. О чем же я говорю? Я тут недавно заглянула на канал одной рукодельницы. По-моему, у нее на канале около 7 тысяч подписчиков. И она выпустила как раз такое видео. То есть успеть за час. Показывайте свои процессы. Мне очень интересно смотреть этот формат. Поэтому я практически не пропускаю. То есть частенько бывает в поисковике пишу, да, успеть за час. И выбираю себе новых блогеров для просмотра. Что же, что это был за комментарий? Комментарий был следующего содержания. Почему вы не указываете автора этого проекта? Девочки, все дело в том, что это уже не проект. Это игра, которая ушла в массы. Это идея, которая ушла в массы. Как когда-то была идея неделя стартов, может быть, да. Там еще какие-то другие идеи. И совсем не обязательно, что автор этого блога знает, откуда вообще растут эти корни. Пожалуйста, не пишите такие комментарии. Потому что мне кажется, это бессмысленно. Мы же с вами столько доказываем тот самый момент, что идеи, они... Понимаете, если мы с вами какую-то идею, например, воплотили в том же самом... Ну, к примеру, вот в Жаккарте, да, и кто-то увидел эту идею, кому-то она понравилась, кто-то перенял эту идею, да, ну, пусть будет мою идею, немножко под себя подчесал, переделал. И вроде бы визуально ты понимаешь, что это оно, но автор уже внес свои коррективы, и это стало по-другому. Ну, быть может, менее интересно, быть может, даже более интересно. Поэтому идеи мы оставляем идеями, наслаждаемся непосредственно просмотром. Хорошо? Итак, с чего же мне начать? Я не знаю, сколько процессов я возьму в этот проект, потому что, ну, на самом деле, у меня их теперь немало. У меня три крупных плечевых изделия на спицах. Хочу начать носки. Два у меня процесса вышивки, и я давненько не собирала броши. У меня есть несколько брошей. Я их откладывала, потому что они были тематики уже, знаете, такой осенней, зимней тематики больше. И я их как-то отложила. А собирать броши, это тоже очень интересно, увлекательно. Тем более, эти брошки мне были подарены. Ну и, соответственно, очень хочется, конечно же, их воплотить и уже применять или же подарить, например. Да, потому что их у меня просто очень много. Могу маме подарить, к примеру, почему бы и нет. Вот. Ну, посмотрим, как это будет, какая волна вдохновения меня поймает. Для того, чтобы не показывать, да, в кадре все-все свои процессы, а потом продвинуть только часть, а зритель будет ждать продвижения всех процессов, а я в силу каких-то обстоятельств, может быть, не смогу этого сделать, я решила немножко переиначить этот момент. И я буду показывать вам процесс, рассказывать немножко о нем, да, ставить маркер, если это вязание, и продвигать его час. И затем показывать свой результат, сколько же мне удалось. Думаю, так будет наиболее правильно. Вот. Поэтому давайте же приступим, давайте же начнем. Итак, первый процесс, с которого я хочу начать весь свой рассказ, это у меня вяжется джемпер, вяжется он сверху вниз. Здесь вот такая вот интересная спинка у меня будет. Купила уже даже ленту. Это все мы с вами, конечно же, будем наблюдать за этим, но только чуть позже, когда, ну, естественно, все свершится, все завершится. Этот процесс, он такой, знаете, немножко замороженный, что ли, потому что все самое интересное уже пройдено, и теперь нужно просто довязать вот эту вот нить. Кстати говоря, я ее сматывала сама на моталке в три сложения. И ниточка эта у нас бобинная. И здесь производитель у нас Нью Мил, Артикул Басик, 5 Кашемир, 5 Ангура, 25 Мерину, 40 Вискоза, 25 Полиамид. И я думаю, что очень многие вязали из этой нити. Очень многие ее купили, потому что ее было на самом деле очень много на рынке. Эта пряжа мне приходила с Мира Пряжи. Это небольшой интернет-магазин на площадке Инстаграм. Я вам оставлю ссылочку и промокод в инфобоксе. Заходите, смотрите, быть может, что-то себе найдете. Знаете, магазин специализируется в основном на действительно небольших остатках. Там же я потом покупала Кашемир. Вот прям, знаете, мне такие приходили бобиночки. И сами бобинки не учитываются, кстати, в себестоимость самой покупки. И там очень вот прям по 20-30 грамм они были намотаны. Я их потом смотала и, конечно, буду вязать, но чуть позже, потому что сейчас процессов у меня достаточно. Итак, вяжу. Здесь я где-то ставила маркер. Вот он у меня был. Это маркер прошлого влога, прошлого процесса. Я, по-моему, снимала тег и вязала вместе с вами в кадре. И тогда связала полтора сантиметра. Думаю, что без болталки, а просто за час, я успею его продвинуть чуть больше, чем на полтора сантиметра. Ну, посмотрим. Здесь просто вязание по кругу. Ничего такого примечательного. Узор. Давайте так, не буду повторяться каждый раз. Смотрите в Инстаграм. Все узоры у меня в Инстаграм, в инфобоксе также будет ссылочка. Проходите, подписывайтесь. Там тоже бывает порой полезно и интересно. Итак, я пошла работать над этим процессом. Покажу вам результат. Незаметно стримглав пролетел целый час. И я вязала. Вязала свой самый первый процесс. Первый свой час отвязан. И вот, что у меня получилось. Итак, давайте посмотрим. Возьмем линейку и посмотрим, сколько же это. Ну, нет. Не ушла я далеко. Те же самые 2,5 сантиметра за час прибавляется в этом процессе. Да, процесс такой долгоиграющий. Я его вяжу по кругу. Это второй процесс, который я вяжу по кругу. Просто не задумываясь, можно вязать под любое видео, под любые болталки, книги, аудиокниги, фильмы. Ну, то есть, такой сейчас, на данный момент, это незамысловатый процесс, который не требует никаких расчетов, подсчетов. И я просто вывязываю моток. Результатами я довольна, в принципе, потому что продвинулся процесс. И все-таки, когда-нибудь будет финиш, когда он будет, мы с вами обязательно узнаем, но не в этом видео. Я же пошла работать над вторым процессом. Итак, следующий час. Я понаслаждалась процессом вязания. И теперь я хочу понаслаждаться процессом вышивки. И следующий час я решила посвятить своей вышивке. Это схема от МП Студия. Но я вышиваю ее методом подбора. Вышиваю на пластиковый конве. У меня были все составляющие. Ниточки я тоже заменила, получается. Там в наборе DMC у меня гамма. У меня есть масса разных остатков от проектов. Поэтому я просто методом подбора вышиваю. А саму схему нашла просто в свободном доступе в интернете. Мне удобно перед компьютером посвятить время. Вот у меня есть уже одно крыло. Как вы можете понять, это схема темы Хэллоуин. И какой-то джентльмен, я не запомнила. Какой-то джентльмен, но он у них там один на пластиковой основе. Это летучая мышка, да. У меня сын любит эту тематику. Мы очень ждем этот праздник Хэллоуин. Я постараюсь сделать ему что-то интересное. Какие-то развлекательные моменты, песенки. Ну, то есть в такой детской форме. Да, детские страшилки. Ну, что-то вот прям весьма интересно. И мне хочется к 31 октября уже иметь готовую работу. Я думаю, что и задники я тоже буду вышивать. Очень мне нравится вышивка на конве. Прям очень-очень. Посмотрим, что у меня получится за час. Вы же об этом узнаете через секундочку. Пролетел второй час моего рукоделия. И это мои продвижения по вышивке. Вот что у меня получилось. Я здесь заполняла черным цветом пространство, близлежащее. Но надо сказать, что не без ошибок. Я здесь в одном месте ошибла, распарывала. Никак не могла понять, в чем же дело. Но в итоге все-таки посчитала. Надо сказать, что на этой конве единственное, что считать очень сложно. Потому что расплываются вот эти вот точки. Если долго смотреть на эту конву, получается, что расплываются в глазах и не можешь сосредоточиться. Поэтому дальние участки я не беру. Черный цвет здесь еще не полностью закрыт. Здесь еще будет несколько стежков черного цвета. Но я не стала высчитывать. Когда до них доберусь, обязательно заполню. Решила так. Вот такие продвижения у меня есть. И они меня очень и очень радуют. Уже видно, что это будет мышь. Вот результаты часа работы. Вот так медленно движется процесс повышивки. Помните, как в мультике? Ну что, поели, можно и поспать. Ну что, поспали, можно и поесть. Ну что, повышивали, можно и повязать. Следующий процесс, который я беру в работу, это свитер мужу. Здесь я тоже вяжу из бобинной пряжи. Здесь у меня получается тоже смотка. Я ее делала сама в 4 нити. Две нити, это очень-очень красивый твит с такими фиолетово-рыжими крапинками. И одна ниточка, это хлопок, очень-очень тонкий хлопок. Мне его дарили. И вот я решила сделать такой микс. Вяжется очень легко, провисания на самом деле нет. Но когда я сматывала эти нити, я сматывала их очень-очень аккуратно. Но есть единственный момент, что когда я вяжу, я не подхватываю. Бывает одно из этих ниточек. Поэтому у меня всегда на готове лежит крючок. Для того, чтобы распустить эту петлю до нужного момента. И потом аккуратненько ее заново поднять. Ну, то есть, вот такой долгоиграющий у меня весьма интересный процесс. Сейчас я вяжу спинку. Мне еще в высоту еще далеко. Я вот думаю, а проймы достаточно ли мне будет? Что-то как-то... Когда я вязала, думала, что достаточно. Ну, посмотрим. Я готова к перевязам, потому что здесь будет вточной рукав. И вот как это будет, покажет только время на самом деле. Да. Отвяжу, распущу. Ну, в общем, все как всегда. Ну, пока задача номер один. Я сейчас повешу сюда маркер. Да, и пойду повяжу. Так. Следующий процесс это свитер мужу. И это ложка дегтя во всей нашей сегодняшней истории. Потому что я буду распускать вот прям до проймы. Я что решила? Я, значит, вяжу, вяжу и все думаю. Ну, это же мужской свитер. Это же не жилет. Да, не жилетка. Это вточной рукав. И даже глазами я понимаю, что углубление у меня как на жилетку. То есть я вот свою зеленую жилетку вязала. И там вот применяла вот приблизительно такие расчеты. Одна из подписчиц мне написала, что посмотрите мастер-класс. Один, да. Я пока не буду комментировать какой. Я сначала отвяжу. Пора смотрю. И, ну, нет. Одним глазком я, конечно, уже пробежалась, посмотрела. И сделала вывод о том, что я мало убавила. То есть у меня здесь может образоваться так называемый пельмень, когда я посажу рукав. То есть слишком мало это. Вот еще оттягивает спица, да. Ой. Если бы спица не оттягивала, то у меня вот. Вот что получается. Пройма как на жилет. Поэтому я буду пройму углублять, да. Для того, чтобы рукав лучше сел. Ну, мне, по крайней мере, почему-то так кажется. Я давно не вязала этим методом. Для меня это как-то вот... Ну, продвижение я, конечно, для себя обозначила, да. Я вязала и думала. Вязала и думала. Нет, чтобы сразу распустить, да, и начать вот все отсюда заново. Нет. Все вот таким вот путем. Напишите мне в комментарии, бывает ли у вас так. Вяжете, зная, что будете распускать. Вот это был тот самый случай. Но ничего страшного. Главное вовремя остановиться и понять, да, свою ошибку. Но ошибка это или нет, покажет только время, когда я отвяжу рукава. Когда я буду пробовать сажать это изделие, да, на конструкцию мужского тела. Ох, ну, это все впереди. А сейчас меня ждет распуск после очередного провязанного часа. Следующий процесс, над которым я хочу поработать, это тоже давно покинутый мною процесс. Ну, как давно, неделю, наверное, я точно не прикасалась к нему. Но мне очень хочется его продвинуть, действительно, посмотреть, что будет дальше. Здесь у меня получается вот такой вот дворик, итальянский дворик от Белоснежки. Все самое интересное у меня впереди. Вот вся эта мешанина и вся эта красота еще впереди. То есть, сейчас у меня идет вот эта вот часть. Получается, я еще не дошла до лесенки, вышиваю вот эту вот стену, получается. И, собственно говоря, остаток двери у меня здесь совсем небольшой остался. Вот он, видите. Видите, я сейчас нахожусь, получается, вот в этом вот участке, вот где-то вот здесь. Здесь я и буду вышивать. За час я, конечно, ее не продвину очень намного, но сейчас я сделаю фотографию, вот так, как есть, для того, чтобы показать до и после. Прошел еще один час, и этот час был уделен вышивке данному процессу. Хочу сказать, что этот процесс оказался не таким уж и простым, как и следовало ожидать, потому что я заполняла пустые пространства, которые у меня оставались где-то здесь, где-то вот тут у двери, где-то вот в этом промежутке, в этом пространстве. И это были действительно такие какие-то недоодиночки, то есть крестики, да, которые вроде бы как по две, по три штучки, но их нужно было зацепить, их нужно было вышить, их нужно было вновь зацепить, вновь все накинуть на органайзер. То есть, знаете, какие-то вот такие весьма странные телодвижения, которые занимали большое количество времени, но не приносили большого результата. Но, тем не менее, закрытое пространство, оно заметно в кадре, немножко отшито вот этого вот пространства здесь, ниточки, которые использовались, да, в качестве одиночных, они потом плавно переходили сюда, то есть я дошивала нить для того, чтобы вновь не навесить ее на органайзер. Вот что у меня получилось. Давайте зафиксируем результат, я вам покажу до и после, то есть сколько было вышито. На самом деле в крестиках я не считала, я просто обращала внимание на время, сколько я уделяю этому процессу. И здесь уже не было никаких ошибок, поэтому я просто вышивала и, собственно говоря, без распуска, да, без того, что отпарывать мне в общем целом не пришлось. Итак, фиксирую результат и показываю вам. Следующий процесс, я все-таки хочу начать вязать носки, потому что, во-первых, моя корзиночка опустела, потому что я их раздарила, как всегда. Как-то так получается ненароком, что они у меня сами по себе делают ноги с корзиночки, да, с готовыми работами по носкам. Так вот, я буду вязать из этой пряжи Лама Мухтар и, что хочу сказать, я буду вязать по своему же собственному мастер-классу, бесплатному, который у меня есть на YouTube-канале. Я вам вставлю здесь скриншот, как он выглядит. Вы же можете пройти в плейлист по урокам вязания. Все, что я хотела когда-то рассказать и желала когда-то рассказать, я там рассказала. Поэтому, если вдруг вы интересуетесь именно моментами самого вязания, как связано, сколько связано, сколько петель набрано, ну и так далее, да, то можете проходить, смотреть, вдохновляться всегда, пожалуйста. А вот этот мастер-класс, он попетельный, и очень многие уже связали такие носки. И вот у меня давно лежит пряжа. Те носочки я подарила, и поэтому в подарок они просто идеальные, они такие классные, атмосферные. Они мне очень нравятся, мне самой хочется такие носки иметь, ну и, быть может, в подарок пусть лежат, вяжутся очень быстро. Я вяжу их из пряжи Лама Мухтар, называется пряжа здесь, в составе есть даже собачья шерсть, по-моему, 15%, шерсть ПТ-45, акрил-40. Нормальная пряжа, мне нравится. Многие писали отзывы на нее, она весьма и весьма хороша для своего сегмента, для своего состава. Пряжа приходила из магазина Кальверу, тоже ссылочку вам оставлю в инфобоксе. 5% скидочка, да, немного, но приятно. Вот, пойду вязать, час у меня впереди. Еще один час своего времени я уделила на вязание манжеты от носка Мухтар, да, по которому у меня есть мастер-класс, как я и говорила. И что вы думаете, я так одним глазком забежала, посмотрела, значит, начало этого мастер-класса, прям вот одним глазочком нашла свои записи и думаю, да зачем я буду в этот мастер-класс заглядывать, я лучше сама. И начала вязать все в одну нить. Вяжу и думаю, да почему же у меня носок такой хлипенький, прям вот от слова совсем хлипенький. И до меня доходит, что я вяжу в одну нить, а не в две. Ну и, собственно, распустила и начала заново. Благо, связала тогда совсем немного и хотела вот только отворот этот закрыть, да. Тут у меня такой отворотик. Кому интересно, проходите, смотрите, там я по петельно показываю. Вот, что свершилось у меня, ну, здесь ориентировочно за час. Здесь, получается, спицы три с половиной, пряжа, получается, достаточно толстая нить, да, в два сложения. Поэтому вяжется, конечно, очень легко, но у меня еще, это где-то середина манжеты. То есть, впереди еще достаточно много работы. Вот, ну, процесс такой будет у меня дорожный. Я очень рада, что, наконец-то, я вновь вяжу носки. Это просто какая-то песня и сказка, конечно же, опять же. А вот этот процесс, он самый-самый активный. Вяжу я его из пряжи Альпака от фирмы Камтекс. Я рассказываю о ней, я тут красила ее в одном из влогов, показывала. Кому интересно, проходите, смотрите, очень интересный получился оттенок. Никогда не стоит отчаиваться, стоит барахтаться в сметане, чтобы взбить масло. Здесь я тоже и перевязываю, и довязываю, не довязываю. В общем, быть может, это и не последний момент, да, я вам все время показываю вверх тормашками. Ну, уж вы меня, простите, мне так удобнее, чтобы у меня тут ничего не убежало. Я здесь поставлю маркер, вяжу полотно вниз. Вот сейчас я хочу довязать третий белый моток. Не факт, что я успею за час, хотя тут не так-то уж и много осталось, но вряд ли я за час успею. Но вот сколько успею, столько покажу. Итак, эта пряжа мне тоже приходила с магазина Кальверу, там она еще есть в разных оттенках, поэтому проходите, смотрите. Относительно цены мне писали, что дороговато, ну, в зависимости от того, наверное, на какой размер вязать, да, опять же. Но пряжа потрясающе мягкая, я все время забываю рассказать о ее безумной нежной тактильности. Здесь в составе есть вискоза, не взяла с собой этикетку, но прям потрясающая пряжа, она приходила мне в посылки, я там показываю распаковку посылки в одном из влогов, посмотрите, по названию видео найдете. И она потрясающая, она просто настолько нежная, мягкая, невероятно пушистая и в то же самое время абсолютно не колючая. Ну, может быть, конечно, есть своя колкость, да, в силу того, что все-таки присутствует альпака, вот, но она потрясающая, эта ниточка. Вот, стоимость была 1800 за упаковку, в упаковке 6 мотков, получается, это что у нас, по 300 рублей, да, моток. Но для российской пряжи, да, с импортным сырьем, я считаю, что это не так уж и дорого. Ну, я уже рассуждаю с точки зрения производителя пряжи, а не простой вязальщицы. У каждого свой кошелек, и поэтому, если вы можете себе позволить, такого рода пряжу обязательно попробуйте, она мне очень нравится. Я пошла, пошла, повяжу. Следующее продвижение, которое у меня свершилось за час, мы сегодня уже находимся в следующем дне, но, естественно, да, я столько бы не успела за сутки. Итак, я здесь продвинула, наверное, работы ушло больше, чем час, потому что я произвела очередную примерку, сняла на дополнительные спицы. Все хорошо, теперь я в этом уверена, поэтому я иду вперед, прям, как вы видите, семимильными шагами. И вот здесь, я думаю, что сантиметры 4-4,5 от вязана. На самом деле, вот этой пряжей вяжется очень легко, прям, все скользит по спице, как надо. Невероятные тактильные ощущения от самого процесса. Ну и, как вы видите, процесс очень быстро растет, потому что он мне нравится, он мне просто изначально нравится, он радует мой глаз, радует мои руки. И в целом я очень довольна, что начала вязание этого процесса, что я все это задумала, придумала, ждала, красила пряжу. В общем и целом, это просто песня и сказка. И продвижение по процессу есть, меня это очень и очень радует. Также хочется отметить и книгу. Но книгу я отмечу не в рамках самой игры, а в рамках того, что сейчас, ну, абсолютно нечего посмотреть на ютубе. Как-то вот мне скучно стало вдруг, и я решила, что я буду слушать эту книгу в аудио формате. Итак, хочу немножко порассуждать на тему данного произведения. Сейчас я нахожусь на странице 297. Да, то есть у меня осталось совсем немного. Я читаю ее как в аудио формате, так и, собственно говоря, в бумажном. В бумажном варианте, конечно, я читаю намного быстрее. Но будем совмещать приятное с полезным, если можно назвать это приятным. О чем здесь речь? Здесь речь идет о, хочется сказать, преступнике. Ну, о молодом человеке, который посещает девушку и держит ее в подвале своего дома. Он выигрывает золотой куш, соответственно, денег у него, как у дурака, фантиков. Ну, и, собственно говоря, в роли дурака он здесь и выступает. Книга разделена на две части. Первая часть идет повествование от Фердинанда, то есть от первого действующего лица, который непосредственно держит заточение данную девушку. И вторая идет от лица Миранды, которую, собственно говоря, и похитили. Первую часть я пыталась читать года три назад, да, и она у меня не пошла, потому что написана была таким топорным языком, и я спотыкалась о некоторые моменты, да, то есть о некоторые словосочетания. Как оказалось, Фаулс, Джон Фаулс их применял не случайно. Он показывал всю неграмотность таким образом одного из главных героев. И, вы знаете, я читала и понимала, что что-то не так. Ну, до чего низменный человек, до чего ограниченный, до чего какой-то он вот прям вот обнять и плакать, знаете. Вот прям вот мне хотелось расширить его кругозор, чтобы он посмотрел иначе. Ну, такие люди среди нас тоже встречаются, среди нашего общества. Не имеется в виду, да, именно с психологической точки зрения, а имеется в виду именно замкнутые в себе, ограниченные в плане мышления своего. И он мне не нравился, этот герой. Потом началось повествование от лица Миранды. Она же, полная его противоположность, она безумно возвышенная девушка в сфере художества, да, то есть она будущий художник, сколько много размышлений, сколько воспоминаний. Она ведет свой дневник, сидя, значит, в заточении. При всем при этом главный герой позволяет ей пользоваться всеми благами цивилизации. Единственное, что у нее нет, той самой свободы, да, которая ему так нужна. Коллекционер коллекционирует бабочек, он держит ее как бабочку. И вы знаете, я читаю и понимаю, что оба этих персонажа, они ограничены, ограничены. У них нет баланса, по-моему, в жизни, потому что один слишком низменный, другая слишком возвышенная. И вот этот вот дисбаланс, он такой, знаете, заставляет задуматься, что действительно счастливым, наверное, человек может быть лишь тогда, когда достигает некой гармонии. То есть когда он понимает и признает низменные какие-то потребности, низменное существование, что без этого тоже никуда. И в то же самое время слишком возвышенные, которые живут исключительно какими-то своими мыслями, вдохновением. В общем, вот действительно, один ловец бабочек, а другая вот прям вот конкретно бабочка. В общем и целом, к фаузу у меня нет претензий, потому что он заставляет меня перепрыгивать в моем понимании того, насколько нравится мне произведение или нет. Но сами темы, которые рассматриваются в данном произведении, они какие-то такие вот действительно жизненные. Здесь нет грязи, здесь нет такого прям насилия. Здесь насилие идет над человеческой сущностью. В общем и целом, я прям вот даже сама с собой порой рассуждаю, но меня в первой части насколько раздражал Фердинанд, настолько он меня не раздражал во второй части, когда я читаю уже повествование от лица Миранды. Мне его становится неким образом жаль. То есть вот этого антигероя мне становится жалко. А ее при всем при этом мне совершенно не жаль. Да, она ограничена в этом пространстве, да, она тоже страдает, да, она бьется об стекла банки, в которую попала. Но почему-то мне жертву в данном случае не жаль. И вот у меня осталось, значит, на повестке дня, сколько там, в пределах 100 страниц. И эти 100 страниц должны определить для меня самой, что же по итогу, какие ощущения от книги, именно от самого сюжета у меня останутся. Я не ожидала, что книга вызовет во мне такие эмоции, потому что я ее, в принципе, отмела, как, знаете, ненужный экземпляр в моей библиотеке. Пока я не решила, как я буду к ней относиться. У меня впереди 100 страниц, и я вам расскажу. Если я в рамках этого влога, да, этой игры дослушаю аудиоформат, я вам расскажу последние, ну, такие вот финальные мои размышления относительно данной книги. Знаете, чем отличается классика от бульварного чтива, как я называю? Ну, таких книжек на один раз, современных книжек, детективов современных, да, тем, что классика заставляет задуматься, задуматься о личностях, о персонажах, о описанных моментах, о событиях, о действиях героев. Вот книга до сих пор меня, на самом деле, не отпускает. Я очень рада, что я ее все же прочитала. Здесь, знаете, ощущение липкости, оно прошло. Здесь нет вот... Я на самом деле думала, что это будет, знаете, такое грязное, вот прям грязное, современное, да, вот это вот повествование. Нет, здесь описываются в основном действия героев, их чувства. И, как оказалось, оба главных персонажа, они одинаковые, одинаковые по своей внутренней структуре какой-то. Один маньяк явно выраженный, а вторая скрытая маньячка. Из них получилась бы идеальная пара. Мне понравилась оконцовка. Если бы так, как задумал этот маньяк, закончилось бы повествование, то это было бы такая, знаете, мне бы его было бы жаль. Я бы его искренне жалела. Но он не изменил самому себе. Он остался таким, какой он есть. И в связи с этим послевкусие такое, что я его все же не люблю, что он все же антигерой. А главную героиню мне даже в последний момент было почему-то не жаль. Зная ее внутренний мир, который описывается. Да, описание ее внутреннего мира, оно здесь нудное. Оно, знаете, здесь есть еще третий персонаж. Это очень взрослый человек, который не присутствует в самом повествовании. Только в ее дневниках, где она описывает, как она бы хотела им овладать. Именно овладать как мужем, чтобы он был ее собственностью. А он личность была такая, он был художник, да, творческая личность. И он ей не поддавался. Но она очень хотела им обладать так же, как и наш главный герой. Хотел просто для коллекции обладать нашей героиней. Ну, то есть, вот знаете, здесь завернут, вот вроде такая маленькая книжечка, а завернут такой внутренний сюжет. Просто вот диву даешься. Я действительно задумалась. Если книга заставляет задуматься, и они отпускают меня сутки, а то и двое, то это говорит о том, что все же есть что-то в этой книге. Как помните, мосты округа Мэдисон. Я тоже говорила о том, что книга мне не понравилась, да фу, да фу. Но я о ней думала, я о ней думала на протяжении нескольких дней. Все же она задела какие-то темы, все же она задела какие-то струнки. Да, быть может, я на нее не смотрела с точки зрения самого сюжета, да, сюжетной линии, а именно внутрь копала. Вот книги, которые заставляют копаться внутри, заставляют изучать психологию. Да, эта книга, кстати, вот эта психология, психология маньяка, психология маньяка внешнего и внутреннего. То есть здесь вот, знаете, вот прям, да. Советую ли я эту книгу? Ну, здесь нет, знаете, сцен насилия, здесь нет сцен каких-то вот отталкивающих в плане вот первой сюжетной линии. Но она тяжкая. Она тяжкая. И я даже пока не знаю, оставлю я у себя или нет. Скорее всего, пока оставлю. Я вообще думала, прочту сейчас быстренько и отдам ее, чтобы она у меня вообще даже не мелькала. Но нет, пожалуй, я ее оставляю у себя на книжных полках. Вот так я поменяла круто мнение о данном произведении. Вот так незаметно пролетели отведенные мне часы. Часы над моим рукоделием. Я надеюсь, что вам было со мной интересно. И вы ко мне придете вновь в очередных моих видеороликах. А на сегодня у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока-пока.